В России зафиксирован резкий спад сброса на льготную ипотеку. Отразится ли это на стоимости жилья? Школьные автобусы на эти дороги пускать нельзя. Начальник областного главы полиции обратился к губернатору Дмитрию Азарову. Нефтяники по-прежнему в лидерах. Самаростат опубликовал данные по зарплатам жителей региона. В Самарской области за минувшие сутки выявлено 465 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались еще 24 человека. Таким образом, общее число погибших достигло отметки 3408. Такие данные в 12 часов 45 минут опубликовал федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии заболели 93 832 жителей региона. 79 786 выздоровели, из них 234 за последние 24 часа. В целом, по России за последние сутки выявлено 18 024 новых случаев коронавируса. Сфиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 262 человека. В России зафиксирован резкий спад спроса на льготную ипотеку. По итогам недели, завершившейся 2 сентября, банки приняли всего 5000 заявок от клиентов, из которых одобрили 3300. Число выданных займов составило 1600, но общую сумму 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Это минимальный показатель с мая 2020 года. Для сравнения, еще в июле-августе каждую неделю банки выдавали 3-4 тысячи кредитов на 8,89,5 миллиардов рублей. Эксперты поясняют, что это стало логическим итогом изменения условий программы льготной ипотеки, которые вступили в силу в июле. Если до этого ставка по кредитам на покупку квартирного стройка составляла 6,5%, теперь она выросла до 7%. Кроме того, до 1 июля по программе можно было взять до 12 миллионов рублей для покупки жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов других регионов. Теперь этот лимит снижен до 3 миллионов рублей для всех субъектов. У нас действительно самые ипотечные, скажем так, города – это Москва и Санкт-Петербург. Соответственно, для них 3 миллиона рублей – это очень небольшая сумма. В принципе, отчасти тоже относятся и к другим крупным городам – Екатеринбург, Новосибирск, в какой-то степени даже Самара, потому что сейчас все-таки 3 миллиона рублей в новостройке. Это либо где-то очень далеко на отшибе, либо однокомнатная максимум квартира. В районах ближе к центру города даже цена однушки может доходить до 3,5-4 миллионов рублей. В такой ситуации для участия в льготной программе может потребоваться значительный первоначальный взнос, а такие средства есть на руках не у каждого. Также сыграло свою роль и сокращение числа качественных заемщиков. Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по реальным доходам населения, а темпы их восстановления оставляют желать лучшего. Однако не исключено, что в ближайшем будущем объем льготного ипотечного кредитования несколько восстановится. В перспективе ближайших нескольких месяцев, возможно, что в ближайшей неделе будет небольшой отскок от минимумов. Потому что последняя неделя августа это еще и плюс последние хлопоты перед школой. В это время уже немножечко становится недооформление кредитов. Поэтому, возможно, какую-то свою роль это тоже сыграло. И в сентябре будет такой, по сравнению с этим минимумом, будет небольшой прирост. Общий прирост спроса на льготную ипотеку по сравнению с минимумом может составить до 10%. Что касается прогноза цена на жилье, то тут в ближайшие месяцы не исключена стагнация. В последнее время на них оказывало влияние изменение системы финансирования строящегося жилья, связанное с введением из кроу-счетов и некоторое сокращение предложения. Но сейчас этот фактор практически исчерпался. Через некоторое время исчерпается и фактор роста цен на стройматериалы. Также, скорее всего, Центробанку придется вновь повышать ключевую ставку, что приведет к удорожанию кредитов. А уже в следующем году недвижимость может подешеветь на 8-10%. Правда, такой сценарий сработает только в том случае, если властям не придется вводить новые коронавирусные локдауны. Но это маловероятно. Строительная готовность нового моста через Волгу и обхода Тольятти составляет почти 30%. Об этом стало известно во время заседания Оперштаба по контролю за возведением объекта. Его сооружение стартовало в декабре 2019 года. Общая протяженность новой дороги составит 99 километров, а самого моста — 3 километра 700 метров. Он будет состоять из 26 опор и 25 пролетных строений. Уже завершена надвижка одного пролета на правом берегу и одного на левом. Сейчас идут работы на 23 опорах. В рамках строительства автодороги приближаются к завершению следующие этапы работ. Снятие почвенно-растительного слоя и устройство земляного полотна. Более чем наполовину завершена укладка подстилающего слоя из песка. На четверть — устройство верхнего слоя основания. Подрядчики также сообщили, что на строительстве обхода задействованы 1725 человек, 485 спецмашин и 64 плавсредства. Обсудили участники заседания и проблемный вопрос. Жители Шигонского района пожаловались на большегрузы, доставляющие стройматериалы на объект. Из-за них значительно ухудшилось состояние межпоселковых дорог. Председатель регионального правительства Виктор Кудряшов поручил решить проблему. Он заявил, что дороги необходимо привести в порядок немедленно, не дожидаясь завершения работы над мостом. В соцсетях появилось письмо начальника Главного управления МВД России по Самарской области Александра Винникова в адрес главы региона Дмитрия Азарова, в котором главные полицейские регионы информируют о проверках безопасности маршрутов школьных автобусов, проведенных в губернии. Комиссионные обследования уличнодорожной сети непосредственно возле образовательных учреждений, в том числе с выходом на проезжую часть, как и транспортных маршрутов, в канун учебного года по сообщению Винникова проводились хоть и традиционно, но и неоднократно. При этом, несмотря на все усилия госавтоинспекции и общую тенденцию улучшения качества автодорог в регионе, в Сызранском и Шигонском районах позитивный тренд отсутствует. Наоборот, ситуация становится все хуже. Маршруты школьных автобусов совпадают с направлениями движения крупногабаритной тяжелой техники, задействованной для строительства Климовского моста. Как следствие, дороги разбиты, а предпринимаемые подрядчиками меры реагирования на предприцания ГИБДД временные. Сразу шесть маршрутов школьных автобусов проходят по разбитым дорогам. Опасности подвергаются ученики школ из сел Шигоны, Новодевичье, Кузькино, Кяхта, Красный Ключ, Муранка, Тайдакова, Маза, Левашовка, Климовка и поселка Пионерский. По мнению Винникова, запускать школьные автобусы по таким дорогам попросту нельзя. Руководитель главка полиции попросил губернатора поручить ответственным лицам принять исчерпывающие действия для повышения безопасности и приведения в порядок убитых дорог. Отметим, что письмо датировано еще 28 августа. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит ремонт автомобильной дороги «Богатая Самара-Оренбург-Первокоммунарский» в Алексеевском районе. За работу победителю аукциона готовы заплатить 29 миллионов 213 тысяч рублей. Как говорится в документах на сайте госзакупок, подрядчику при необходимости придется разрабатывать рабочие чертежи и согласовывать технические условия на переустройство коммуникаций. Ремонт должен стартовать весной 2022 года, а завершится 1 октября того же года. Протяженность участка дороги 1 километр 223 метра. На ней расположены две полосы движения, обрамленные пешеходным ограждением, с 78 сигнальными столбиками. Должна быть нанесена разметка термопластиком. Сделаны пересечения и примыкания дороги и дорожная одежда. Если во время гарантийной эксплуатации трассы обнаружатся дефекты, то подрядчику придется устранить их за свой счёт. Частную гоночную команду из Швейцарии, которая планирует выступать на ралли «Дакар-2022», поддержит Марка Лада. Любители острых ощущений сразятся за победу на классическом внедорожнике «Лада Нива» 1984 года выпуска. Автогонщики подготовили внедорожник малого класса к соревнованиям самостоятельно. Он выйдет на старт в новой категории «Дакар-классик». В команде отечественного внедорожника Марио Якобер и Сладан Милич. В Самарской области мошенники придумали новый способ опустошить кошельки своих жертв. Как рассказали в региональном МВД, аферисты предлагают пожилым самарцам провести дезинфекцию их квартир от коронавируса на коммерческой основе. Для ветеранов труда и инвалидов они обещают скидки. А если пенсионеры не поддаются на уговоры, то их запугивают применением штрафов или постановкой квартиры на учёт. Если человек соглашается на антивирусные мероприятия, то за счёт владельцев жилья проводится якобы дезинфекция. Мошенники могут использовать различные генераторы сухого тумана, генераторы пара и нейтрализаторы посторонних запахов. Но все эти устройства к уничтожению вируса никакого отношения не имеют. В полиции жители региона просят не доверять тем, кто обращается с подобными предложениями. Самарская область примет участие в конкурсе на создание проекта межвузовского инновационно-образовательного городка студенческого кампуса. Планируется, что он будет построен в районе стадиона «Солидарность-Арена». А средства на его организацию выделит федеральный бюджет. Ранее анонсировалось, что по поручению президента Владимира Путина в России создадут сеть подобных кампусов, а всё строительство будет организовано на принципах государственно-частного партнёства. Предполагается, что результаты конкурса обнародуют в феврале. В столице 63-го региона попытка дать взятку должностному лицу обернулась миллионным штрафом. Как сообщает в пресс-службе УФССП по Самарской области, сотрудница одной из самарских организаций попыталась дать работникам надзорного органа незаконное вознаграждение. Деньги должны были стать платой за несоставление административного протокола в отношении её работодателя, руководства заведения общепита. Однако план женщины не сработал, и суд постановил взыскать с организацией, в интересах которой действовала отвечица штраф в размере одного миллиона рублей. В железнодорожном районе Самары появится пожарная часть на территории посёлка Шмидта. Деньги на эти цели выделил региональный бюджет. Об этом рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Многие из домов посёлка деревянные. Серьёзные пожары там совсем не редкость. Например, несколько лет назад огонь уничтожил шесть частных домов и надворные постройки на улице Пестеля. Представители Самара-Стата рассказали, сколько денег получают сотрудники различных организаций Самарской области. Как пояснили в ведомстве, в июне 2021 года средняя зарплата по региону составила 45 906 рублей. А если сравнивать эту цифру с данными за прошлый июнь, то она выросла на 15,4%. На первом месте по доходам сферы полезных ископаемых. Там средняя зарплата составила за июнь 93 550 рублей. В первом полугодии 2021 года в организациях, которые добывают нефть или природный газ, работали около 7 тысяч человек. Также хорошо обеспечены занятые на обрабатывающих производствах в области информации и связи. Средний доход в 71 602 рубля за июнь принесла профессиональная научная и техническая деятельность. Аутсайдеры рейтинга по доходам за июнь – самарцы, которые работают в гостиницах и предприятиях общественного питания, а также занимаются административной деятельностью. В Самарской области вступил в силу приказ Министерства социально-демографической и семейной политики об утверждении порядка предоставления меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, расположенных в городских округах. Как говорится в документе, речь идет о механизме назначения и выплате компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами людям, живущим в частных домах в городах региона. Площадь их жилищ должна составлять более 80 квадратных метров. Согласно приказу, компенсация за ТКО предоставляется гражданам, которые постоянно живут в своих домах, если у них нет долгов по оплате услуги по обращению с ТКО или же в случае договоренности, что человек свою задолженность погасит. Компенсация за ТКО предоставляется в размере 70% платы за обращение с твердыми коммунальными расходами и рассчитывается по специальной формуле. Причем общая площадь дома не должна превышать 170 квадратных метров. Девушка из Тольятти рассказала пользователям соцсети милую историю. В один день ей на помощь пришли сразу два джентльмена. По словам автомобилистки, у нее сломалась машина неподалеку от ГЭС. Многие водители ехали мимо, не обращая внимания на голосующую на дороге девушку. Но ей пришел на помощь молодой человек Валентин. Он попытался отремонтировать, а потом взял на трос машину и довез до станции. На станции сбросили ошибку чек, и я поехала дальше. В машине были мама и младший сын, рассказала Ксения в паблике Тольятти соцсети ВКонтакте. Недолго радуясь, в лесу между Центральным и Комсомольским я опять встала. Девушке повезло, рядом остановился другой водитель, житель Тольятти Денис, и сразу поинтересовался, чем он может помочь. Он осмотрел машину, разобрал бензонасос, начал ремонтировать и назвал точную причину поломки. «Я бы хотела выразить огромную благодарность Валентину и Денису, что помогли и не оставили. Ребята, это огромный пример для многих», – пишет благодарная автомобилистка. Ее пост вызвал большой отклик от пользователей. Кто-то начал спорить о причинах частных поломок легковушки, а другие порадовались, что отзывчивые люди еще остались и выразили уважение ребятам. 45 лайков и репостов собрал в соцсети пост про столкновение микроавтобуса и иномарки «Субару» на пересечении улиц Юбилейной и Ленинской в Тольятти. В среду 8 сентября транспортные средства не смогли поделить дорогу, и в пассажирскую сторону иномарки врезалась маршрутка. После удара иномарка отлетела в ограждение. Двум пострадавшим потребовалась помощь врачей. Тема задела пользователей заживое. Оказалось, этот перекресток давно вызывает сложности у автомобилистов. «Переделали перекресток. Теперь там, чтобы повернуть, надо сильно постараться. Особенно в час пик», – пишет один из водителей в паблике Тольятти в соцсети ВКонтакте. «Необходимо обратиться в прокуратуру, чтобы рассмотреть крайне неудобное, ошибочное проектирование данного перекрестка, несущее аварийно опасные ситуации. Мало того, что его проезжать крайне проблематично, так еще навтыкали кучу камер, следящих, как водители будут выкручиваться. А следом штраф вторит ему другой житель Автограда». Ежедневная редакция телеканала «Терры» принимает десятки звонков от телезрителей. И ни одна наша программа не обходится без вашего участия. Совокупная аудитория «Терры» составляет 400 тысяч человек в сутки. В круглосуточном доступе новости «Самара» от журналистов нашей компании представлены на сайте trkterra.ru и в наших пабликах социальных сетей. Продолжение следует...